всем огромный привет мои парфюмерные за сегодня я бы с вами хотел поговорить про мрачные депрессивные готические ароматы с таким налетом мрачности и те которые немножко даже могут грузить немножко погружать в такое морфемное настроение вот которые могут дать именно такой вот прям даже не доброжелательный эффект которые могут поддержать вас в депрессивных настроениях или наоборот их усугубить вот таких ароматов у меня достаточно предостаточно я люблю такую стезю достаточно мрачную вот ой забыл один аромат вот мрачные ароматы которые могут вас загрузить вот или достаточно красивые мрачные декадентские ароматы давайте начнем с новинки моя коллекция это noir de noir tom ford такой вот ароматист так вот он выглядит но это такая темная роза темная роза черная роза черный трюфель вот немножко он такой гурманский очень красивый аромат стильный но в нем есть что-то такое депрессивное что может немножко ваших вас под загрузить есть еще такая типости за интеллектуальные ароматы он и такой достаточно полифонично он скроем очень интересно звучит но есть в нем такой налет депрессивности так как все ноты они как бы приглушены и то есть звучат не как-то линейно одним аккордом но бывает вибрирует нота розы потом выступает на первый план пачули трюфель выступает на первый план очень такой неоднозначный но это парфюмерная я его безумно люблю он меня характеризует тоже такой с подъебцой очень сложный интересный и шикарный аромат вот но все-таки он такой мрачный он мрачный не депрессивный он вас не загрузит но такую вот нотку грустинки дать вот с том фордом разобрались следующий аромат это энкренуар от лолик мужская версия тоже это такое про темный лес я тут слушаю на лесные ноты дубовый мох иголки можжевельники это такой про темный лес где живет какая-то бабушка яга тоже очень красивый дождливую погоду невероятно раскрывается тоже он полифоничный то есть бывают такие вот всплески нот то есть они все слышны но иногда время от времени какая-то нота проступает больше ну вот он очень красивый аромат про темно-зеленый мрачный и такие пеньки мокро отсыревшие даже может после дождя вот он не там именно с этим ассоциируется я его часто одеваю в лес на прогулки в пасмурные погоды да и вообще в дождь он и впервые в мир вот но это такие деревяшки короче он просто очень красивый я вам рекомендую с ним ознакомиться и но это обязательно надо иметь хотя бы маленький от ливантик вот энкренуары тоже легенда следующий аромат из странного такого неопределенного из разряда я не знаю что это но у меня есть это что-то из 90-х это димон димон называется вода туалетный черлспрей париж тут еще написано такой вот гравировкой где димон это вообще если кто-нибудь о нем что-то знает напишите мне в комментариях если вы что-то знаете об этом аромате это ужасный злой мускатный орех невероятный невероятно злой мускатный орех пряности это прям и вот он фиолетовый вот здесь вот на проступе а вот здесь вот он уже какой-то черный либо это у меня фон отображается я не знаю в чем дело он невероятно злой он прям злой это в гостях в гостях у графа дракулы какие-то такие истории он водянистый в то же время какой-то легкий невероятно назойливый очень мрачный наверное это самый мрачный аромат который у меня есть обязательно послушайте попробуйте в интернете я не нашел информации не знаю сидора бутерфляйс это смотришь ты должна знать напиши мне что это такое или воля лиман французская какая-то история напишите что это вот никто его не знает по мне спрашивают невероятно вот я им не пользуюсь ну потому что это реально это просто уже в гроб ложится надо с таким ароматом но я его иногда вот так вот беру слушаю вдохновляюсь на какие-нибудь такие истории следующий аромат тоже такая вот немножко налет прошлого это испахан он у меня уже настоялся как-то подвыветрился закарамелизировался вот вчера я его нанес освежить в памяти это тоже такая история знаете как пахнут трупы наверно вот там вот конечно такое сравнение знаете что самое странное он очень спицевый очень он сладкий и такой сладкий до до ужаса не знаю как описать такие деревяшки на деревяшках такой вот налет какого-то сладкого трубного цвета не знаю какие-то такие ассоциации непонятные но блин это короче реально какой-то трэш я рекомендую тоже с ним познакомиться он тоже депрессивный очень мрачный реально трэш я прям сносит крышу кто-то мне еще сказал что это был аромат чем мазали трупов в моргах не знаю но я вполне могу это предположить прям реально страшный аромат ужас поэтому рекомендую к знакомству потом следующий аромат это такие вот лайтовые губы от сальвадора дали то есть классика совершенно ой это красивый это это уже мрачное а красивым мрачно но красивым как мой образ сегодня то же самое то есть это красивенный очень женственный красивый аромат такой розы немножко шипровыми историями но он мрач за счет каких-то альдегидов возможно хотя их тут не заявлено но я их тут слышу за счет вот этих вот старых историй он дает дает налет такой какой-то депрессивности он депрессивный какая-то депрессивная красота очень красивый тоже сладковатый но не приторный и такое ощущение какой-то трупный лимонад тоже какой-то такая вот история какой-то мрачный лимонад тоже у графа дракулы в гостях очень мне нравится по тоже рекомендую вам с ним ознакомиться сходите послушайте следующий аромат это айзенберг лепеши вот он тоже для меня даже не мрачный а какой-то депрессивный немножко у нее есть такая грустинка декаденсная аромат айзенберг и вообще не могу вычленить по нотам но это какой-то очень депрессивный депрессивный мускус депрессивный мускус и верхние такие какие-то легкие такие грусти ночи и намеки как вам еще об этом сказать депрессивный мускус многие говорят что он по очень похож на нарцисса родригес но совершенно нет не несите чушь совершенно не похож это такая знаете первая грустинка я бы его так назвал любишь айзенберг первая грусти поэтому тоже рекомендую вам с ним познакомиться очень красивый аромат у айзенберг вообще познакомьтесь со всеми очень красивый следующий аромат это попу нуар вот тоже он меня относится к такой стезе тут очень он реально унисекс тут очень не сексовские пачули очень красивое наполнение из цветов но вот это вот как раз таки двойственность бифин бифункциональность она дает какой-то тоже такой мрачный оттенок если даже абстрагиваться от флакона о чем не говорим то вот эти вот как раз таки фирменные шанельевские какие-то немножко затхлоподвальные пачули они делают из-за него такой вот депрессивно какой-то ну даже не тут не про депрессию тут просто промра мрачное настроение тоже он мне очень нравится если вы и знакомы обязательно познакомьтесь вот ну вот назад я вот уже говорил в каком-то видео что он мне вообще не понравилось а вот сейчас я наверно дорос очень красивый и знаете может все таки и нельзя говорить что он мрачный вот потому что тут нет таких вот типа типичных мрачных ног типа альдегиды какие-нибудь сумасшедшие пряности восточные ароматы но вот для меня лично он какой-то депрессивный следующий тоже победитель по мрачности секреты дядюшки какого-то саламандра это мисс dior esprit de parfum это фаворит среди сандала вот нота сандала они все здесь если вы хотите узнать как пахнет сандал возьмите esprit de parfum винтажный мисс dior не знаю где вы его найдете но возьмите гениальный очень сексуальный потому что потом выбирают такие медовые ноты у меня есть просто о де parfum мисс dior тоже винтажный там больше меда здесь больше сандала сексуально мрача такая мрачная сексуальность и вот этого деревяшка в виде сандала она дает такой вот какой-то древовидно депрессивная оттенок но потом вот эти вот выпирающие ноты цветов меда он какой-то линейный кстати тут сначала тост потом все потом это вот он не такой не полифоничный и за счет вот этих вот медовых цветов которые потом выпирают он более облагораживается и становится как бы предрасполу более располагает вот изначальные ноты тоже ну прям красотища в гостях у сатаны очень вам рекомендую и последний аромат вы наверное удивительно для меня это красная москва потому что на моей коже он невероятно раскрывается на моей коже он раскрывается каким-то очень плотным густым удом и гвоздик это просто реально трэш каким он становится и проступают невероятные кожаные ноты вот из банки не этот на дна кожа наносить и для меня как как-то это сочетание звучит ну как-то очень мрачноватым совершенно он не старый не ретро вас вполне его можно носить и в наше время но тоже аккорд прям наравне с вот этим очень мрачный на мне очень какой-то нет не депресситут не про грусть он просто мрачный какой-то темный страшный или страшный аромат становится вот не страшный чтобы его не носить а страшный в плане характера вот представьте кожа такая тоже очень плотная как дуб как кожаный плащ гвоздика тоже наиплотнейшая такая прям чуть ли не черная перезревшая и как какие-то удовые такие ноты проступают что просто я аж офигел честно когда я его нанес я немножко подохренел что красная москва на такое способна поэтому вот это были ароматы мрачные ароматы вот из моей коллекции если вам понравилось обязательно ставьте лайк пишите комментарии поэтому всех люблю всех целую ставьте лайки обязательно пишите комментарии подписывайтесь на инстаграм люблю вас целую поэтому до новых встреч пока и и и и и и и и и Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok